Все, запись пошла. Ну что, друзья, приветствую всех участников, всех гостей, кто хочет быть здоровым, кто хочет развиваться не только финансово, что у нас и происходит в нашем сообществе, но и, как говорится, духовно, здоровье, потому что наша жизнь – это комплекс всего. Комплекс многих факторов – это прежде всего и здоровье, и счастье. Счастье – это психоэмоциональное здоровье, это и финансовое здоровье, то есть духовное понимание, кто я, куда я иду, для чего я родился, какие мои таланты, то есть общее предназначение. Каждый раз засыпая, просыпаемся, мы часто очень забываем, забываем опять, и каждое утро надо себе напоминать о том, кто я, куда я иду, для чего я родился, понимаете, да? Проблема людей в том, что они, люди, часто забывают, забывают базовые моменты, на которых надо постоянно держать концентрацию. Меня зовут Андрей Алисеев, я лидер сообщества «Меркурий». Сегодня мы в рамках нашей Академии гармоничного человека проведем нашу вторую встречу, направленную на улучшение здоровья. Сегодня я поделюсь лайфхаками. Сегодня будет много практических советов, мелких, но которые советы могут спасти многим даже жизнь. Поэтому, друзья мои, как часто я видел уже в своей, можно сказать, такой недлинной еще пока жизни, как часто я видел людей, которые от природы матушки наделены большим здоровьем, крепким таким. Они очень похабно к этому здоровью относятся. И какая короткая у них жизнь, вот скажу честно. Даже тот человек, который имеет слабое здоровье, но к этому вопросу относится серьезно, он живет намного дольше, чем тот человек, который имеет от природы идеальнейшее здоровье, идеальнейшее тело. Но настолько похабно к нему относится и настолько ведет образ жизни, то есть гробящий своего тела. Вот только обычно все эти люди даже до 60 не доживают. Поэтому, друзья мои, сколько я видел таких примеров, что... Поэтому я вам рекомендую все-таки любить себя, любить свое тело, потому что вы... Это, можно сказать, материализация вас на этой планете, в этой жизни, это ваше тело. Поэтому любите свое тело так же, как внутри вы любите самих себя. Поэтому вот это очень важно понимать. Любовь к себе и жалость – это совершенно два разных понятия. Любовь, она обладает поддержкой. Любовь к себе, да? Она обладает как бы немножко строгостью такой. А вот жалость, она наоборот делает человека жалким, слабым. И жалость жалит, вы понимаете, да? То есть если вы будете жалеть себя, то вас будет жалить ваши болезни. Если вы будете себя любить, то, соответственно, будете немножко чуть-чуть к себе строги, но, как говорится, себя приводить в определенную правильную форму. Это и зарядки, это и какой-то образ жизни, про который мы еще сегодня с вами поговорим. Вот. Так, друзья, ну не буду уже спрашивать, кто откуда. Вот. Я надеюсь, у нас всегда была широкая география. И сегодня я не сомневаюсь, что это так. Так, вот, и север, и юг, и запад, и восток, все вместе с нами. От чата я как бы отключаюсь, и я не буду смотреть, что вы пишете. Потом, после уже, как говорится, эфира, если будут какие-то вопросы, включим лучше микрофончики, лучше голосом. Вот поэтому не стесняйтесь и записывайте вопросы, если у вас появятся. Ну, а сейчас, прежде всего, я хочу немножко поговорить о модификации вируса, который сейчас активно ходит. И мы должны прекрасно понимать, что это реалии сейчас современной жизни. Скажу честно, то есть коронавирус, он продолжает ходить, но только каждый год это будет в модифицированном, все более в модифицированном плане. Это раз. И два, это то, что сейчас уже это все дело не диагностируют. То есть сейчас, чтобы не было никакой там паники и так далее, везде пишут только один диагноз – пневмония. Все, друзья мои, если раньше наоборот писали везде коронавирус под шаблон, то теперь под шаблон пишут только пневмония. Поэтому, друзья, для того, чтобы этого не подпадать под уже, как говорится, руки врачей, мы должны сами на начальном этапе быть себе врачами. И это важный момент, друзья. Вот. Если вы сделаете все правильно, то и больница вам не понадобится. И это очень важный момент. На начальном этапе не, как говорится, не сплоховать и сделать правильные действия, о которых я вам сегодня также буду рассказывать. Поэтому, друзья мои, мир изменился и в этом плане тоже. Вот. Не только. Мы постоянно говорим про деньги, да, вот, как мир изменился. Но и мир в этом плане тоже изменился. Каждый год, друзья мои, вот теперь четко и трезво представляем, да, каждый год будет новая модификация коронавируса. Каждый год абсолютно, да, и вы должны, и ваш иммунитет должен быть к этому готовым. Поэтому сейчас будут выживать только те, которые по-настоящему, ну, ведут здоровый образ жизни, тех людей, у которых хороший сильный иммунитет, у которых чистое тело. Друзья мои, чистое тело – это сейчас прерогатива. И сильная энергетика, мощная энергетика. Вот. Что делать, чтобы это все было так? Сейчас я вам потихоньку буду рассказывать. Мы сегодня проведем встречу не больше часа, потому что график очень плотный. Поэтому будьте готовы, возьмите ручку, бумагу, старайтесь записывать. Идем. То есть вы морально готовы должны быть, что коронавирус уже будет каждый год. Это уже, можно сказать, элемент, опробованный элемент биологического оружия. И вы должны, ну, то есть вот это понимать просто. Так как человек ответственный, свободный, вы должны уже просто это понимать. И сейчас, в этом году, следующие симптомы, да. Сразу же резкая боль в горле. Первое. Пропадает голос сходу. Если раньше там день, два, три, то сейчас практически сходу. Вот. И вот на вот этом, часто, кстати, без температуры, друзья мои. То есть температура не подымается. Вирус так еще обходит вот эти защитные моменты, что температура не подымается. Именно вот на вот этом начальном этапе, вот это очень важный момент, буквально день-два есть, день-два, не более, да. На начальном этапе нужно сделать, конечно, нужна профилактика. Нужна профилактика. Вот. Если вы не делали до этого профилактика, то есть, то даже ваши экстренные меры, которые вы припримете, они могут быть менее эффективны, если вы уже делали профилактику вашего тела, вашего организма, до момента, да. Ну, давайте я уже перейду к самому больному, как говорится, к тем методам, которые вас сделают, а потом вернемся к профилактике. Тем методам, которые вас сразу же сделают, как бы, облегчение, да. Вот. То есть понимаем логическую цепочку. Первое. То есть идет сразу резкая боль в горле, температуры практически нет, небольшая слабость, пропадает голос. Это первый прям сходу симптом, да. То есть удар по горлу идет, прежде всего. Горло берет на себя. Далее, если вы ничего не предпринимаете, либо вы предпринимаете какие-то слабые, неправильные действия, то дальше это все, зараза, опускается в легкие, переходит в кашель, у кого-то поднимается, соответственно, в носовые пазухи и начинается обильное сопли, соответственно, обильное очищение организма через сопли, соответственно. Дальше все это переходит потом в легкие, друзья. И вот тут вот момент очень серьезный. Если вы дотянете, что это все перейдет туда в легкие, оттуда уже достать намного сложнее, понимаете, да. То есть смотрите, вирус, он пришел в ваш организм. И вот, допустим, не знаю, там можно сравнить, там, вот страна, мирная страна, живет, все хорошо, да. И вот тут террористы прилетели, не знаю, бандиты прилетели самолетом в аэропорт, да, представляете. Аэропорт – это ваше горло, да. И вот задача либо заблокировать в этом аэропорте и уничтожить, да, иммунными клетками, да, либо они расползутся по всей вашей стране, и потом придется их ловить по-одиночке, а каждый из них очень опасен, потому что он может там плодиться как-то. Вот, поэтому, друзья мои, лучше это сделать сразу. Поэтому вот в первый день, день, даже первый день, у вас должна быть максимальная дисциплина, просто максимальная дисциплина. То есть одно полоскание горла даст какие-то облегчения, но это не будет, как бы, резко вам не поможет, потому что надо делать все не только снаружи, но и снутри, так же, как в любом процессе. Давайте сразу я перейду к тому моменту, вот когда у вас уже пойдет кашель и все это спустится в легкие, вот в этот момент, конечно, уже сложнее будет бороться с ним, и я думаю, на этом этапе уже однозначно нужно, как бы, идти в больницу, либо вызывать скорую помощь. Вот, но, скажу честно, до этого момента вы можете, сейчас я вам расскажу, как бы, определенные фишки, которые помогут вам до этого момента не дойти абсолютно, да. То есть, вот, допустим, недели полторы назад, вы все знаете, да, что у меня вот по этому симптому резко заболело горло. То есть в связи с тем, что я провожу много презентаций, у меня большая нагрузка на горло, и просыпаюсь утром после очередного интенсивного дня, и все, крындец. То есть я не то, что, у меня очень сильно резко, боль такая режущая, режущая боль в горле, вот, и, соответственно, не могу говорить, все. Но, соответственно, в этот момент лучше вообще не говорить, тогда у вас еще голосовые связки побережете, да. То есть что надо делать? Во-первых, я это делаю часто в виде профилактики. Если вы пока это еще не делаете, вы можете сделать то же самое, что делаю я, периодически задавая себе утром вопрос, что же я хочу выпить на голодный желудок, друзья мои. Я не ем с утра сразу же тяжелую пищу, никогда. Я даю время своему организму расчехлиться, как говорится. Я даю время своему организму проснуться. И поэтому на голодный желудок я всегда пью иммуномоделирующие чаи, которые помогают организму проснуться, которые запускают все процессы очищения, включают кишечник и придают вам сразу же общий иммунный тонус, да. Первый чай, шикарнейший чай, друзья мои, это содовый чай. То есть записывайте. Это делается очень просто. Кипятите чайник, дальше берете соду. Сода бывает разная, но для начала сейчас расскажу про обычную соду. Обычная сода там, по-моему, сейчас у нас производитель Башкирии. В Крыму есть свой производитель соды. Для начала, если у вас профилактика, то можете взять пол-ложки чайной. Если у вас не профилактика и вам надо срочно спасать ваше состояние, конечно, тут уже чайная ложка, да. И очень важно залить сухую, вот эту чайную ложку опустить в сухую кружку и потом сразу резко залить кипятком, крутым кипятком. Задача – загасить соду. Иначе, если вы будете пить негашеную соду, то сода будет как бы очень резко влиять на ваш желудок. Тем самым сода – это все-таки щелочь, да. Желудок – это кислотная среда. То есть будет нейтрализовать вашу кислоту в вашем желудке, и это будет плохо для переваривания. Когда же сода гашеная, да, гасить соду можно двумя путями, но в данном лучше всего работает термический способ гашения соды. Вот, не химической лимонной кислотой, допустим, а термической, то есть температурой. Это для утреннего употребления – это самый лучший способ. То есть сода должна быть зашипеть, и вы аккуратненько помешали кипятком, все, сода зашипела. Потом я открываю морозильник и достаю 2 кубика льда, и, соответственно, восстанавливаю энергетическую структуру воды, соответственно. Пиковая температура падает, напитка, и я могу уже сразу и горячевато выпить ее. В течение 5-3 минут я спокойно могу выпить данный прекрасный напиток. Если вы привыкли к каких-нибудь сладким чаям, либо к каким-то таким вещам, то я вас немножко огорчу, что содовый чай не обладает определенными изысканными вкусами, но обладает потрясающим шикарным действием на наш организм. То есть это резкое защелачивание крови. То есть вирусы, бактерии, они просто терпеть не могут щелочь. Они очень хорошо разводятся в патогенной среде, и она просто терпеть не может щелочь. Поэтому защелачивание крови – это, во-первых, разжижение крови идет, во-вторых, идет ее защелачивание. И включаются очень многие процессы в нашем организме, которые помогают человеку также запустить очистительные моменты. То есть выпиваем этот чай, и через полчаса мы можем приступить к питанию, соответственно. Я утром тоже не ем ничего тяжелого. Утром я начинаю с фруктов. Если вы хотите, можете с овощей начать. С сырых, конечно же. То есть я вообще люблю кисло-сладкие фрукты. То есть, допустим, это, не знаю, сейчас последний, не знаю, год. Просто обожаем с семьей это ананасы. Вот утром прям сразу же на голодный желудок. Очень круто организм включает, прям тонус дает сильный. Можно яблоки, груши. Не знаю, если какие-то любите смузи пить, то, соответственно, очень хорошо пить зеленые коктейли тоже имеет место быть. Поэтому чем с утра вы дадите организму энергию? Энергия – это прежде всего живая пища. Пища живая, которая обладает энергией. То есть любая мертвая пища не обладает энергией. Она просто тупо заглушает голод и переводит вас в режим сна. Режим сна нужен для того, чтобы отключить от вас как бы жизнеспособную энергию и направить ее на переваривание этой тяжелой пищи. Так вот, содовый чай – это один из самых шикарных чаев для того, чтобы вы быстро начали восстанавливаться с утра. Следующий чай, прям запишите. Это уже широко распопуляризированный чай. Я его часто уже пью более пяти лет, но после пандемии он стал мегапопулярным. Именно поэтому цена на имбирь взлетела в десятки раз. Имбирь с лимоном, друзья, конечно же. Имбирь с лимоном. Но имбирь эффективен не когда вы его корень имбиря нарезаете, и тем более не в порошке. Порошок имбиря – это бесполезная штука. Поэтому берете настоящий корень имбиря и на терочке натираете, натираете на терку где-то столовую ложку, на чайничек, хотя бы на 3-4 кружки, чтобы в этом чайничке было. Натираете, соответственно, туда добавляете лимон, и все это дело можно уже не сильно крутым кипятком. Кипяток, но не сильно крутым, чтобы хотя бы в лимоне осталось хоть что-то. Потому что вы же знаете, что витамин С разрушается после 65 градусов. Поэтому даже вы можете, в принципе, лимон добавить в самом конце. После того, я часто так делаю, то есть имбирь заварю кипятком, после этого я добавляю пару кубиков льда, чтобы сбить пиковую температуру, и только потом я добавляю лимон, только потом, для того, чтобы лимон сохранил все свои свойства. И вот этот напиток, конечно же, тоже полезно пить натощак. Это можно делать перед обедом, допустим, за полчаса до обеда. Никогда никакие чаи в Китае не пьют после еды. Это просто табу. Все чаи пьют перед едой за 30-40 минут перед едой. Поэтому данные иммуномодулирующие чаи я тоже вам также рекомендую пить. Эти чаи вы можете использовать для того, чтобы быть всегда здоровым, как профилактика, так же для экстренного лечения себя в ходе, если вдруг вы заболели вирусом. Следующий шикарнейший чай, не менее сильный, чем имбирь с лимоном распиаренный. В чем прикол, кстати, имбиря? Он круто действует, действует сразу, но не продолжительное время. То есть его надо пить просто часто, да, и вы будете бегать в туалет. Но он работает быстро, сразу дает легкость, тонус дает, но его эффект не такой длительный. Но есть шикарнейший другой чай, который дополняет и содовый чай, и имбирь с лимоном. Это, запишите, куркума с черным перцем, вот, но скажу вам честно, это обалденнейший чай. Вот вы возьмите просто куркуму и разотрите между двумя пальцами, да, потом смойте и посмотрите на пальцы, они останутся желтыми, друзья мои. Это настолько сильный такой краситель, настолько сильное вещество, которое везде на югах используется даже постоянно для добавления в пищу. Обладает крутейшими и бактерицидными свойствами, чистит очень хорошо кишечник. А черный перец очень важен для того, чтобы раскрывать все свойства куркумы. Делаю то же самое, чайная ложка куркумы, дальше где-то четверть чайной ложки перца молотого черного, вот, дальше все это завариваю кипятком и по концовочке пару кубиков льда, чтобы избить пиковую температуру. Можно сначала, там, 2-3 минутки позволить куркуме завариться немножко, да, да, и потом только добавить пару-тройку кубиков льда. Но если у вас нет времени, ничего страшного, если вы это сделаете сразу. Вот, поэтому куркума обладает более длительным эффектом, чем имбирь, и более мягким эффектом. То есть, это, конечно, не так вкусно мега, это не кофе с марципаном или же, может быть, с венскими вафлями, да, к которым мы привыкли и к которым приучил нас этот мир, но это очень вкусно для вашей иммунной системы. Вот, ваша иммунная система просто скажет вам большое спасибо, если вы будете, как бы, использовать вот эти 3 очень мощных моделирующих чая. Содовый чай я люблю утром, имбирь я люблю днем, куркуму чаще я люблю ближе к вечеру. Вот, поэтому, ну, иногда я чувствую по своему организму, иногда куркуму я и днем. Тоже за 30-40 минут перед, соответственно, ужином вы можете выпить этот прекраснейший напиток. Иногда куркуму, я самочувствую, чувствую, иногда куркуму вот мне хочется прям утром. Вот, поэтому эти 3 чая я могу чередовать в любом порядке, вот, задавая вопрос своему организму утром, чего ты сейчас хочешь. И он мне отвечает, что я хочу, и это я, соответственно, и пью, либо куркуму, либо имбирь, либо содовый чай. Процентов, наверное, на 60 это содовый чай, процентов на 30 это куркума утром, процентов на 10 это имбирь с лимоном. В обед больше всего, скорее всего, имбирь, ну, а вечером процентов 70 это куркума, конечно. Соду вечером в редких случаях, если уже идет процесс заболевания. Куркума не менее эффективна против вируса, чем имбирь. Дальше. Имбирь, куркума, сода бывают разные. Давайте я вам немножко расскажу. От этого тоже эффект очень сильно зависит. Давайте я вам поделюсь опытом своим, да, наработочками. Вот, есть вот такая сода, вот, называется органическая сода. Органическая сода, да. Да, зачитываю, да. Натуральная, пищевая, органическая сода, добытая из озер Алтайского края, друзья мои. Вот эта вот сода, она лучше всего сработала по всем своим. Я, у меня очень чувствительный организм, поэтому я часто всегда экспериментирую на нем. Эту соду можно заказать на Вальберис или на Озоне без проблем. Изготовитель ИП Прокопьев, Россия, Новосибирск, декабристов, 269 даже, да. Сайт называется алтай-сода.ру. Потом, если кому нужно, напишите мне в личку, я, ну, скину вам, как бы, ссылочку, где можно приобрести. Стоит 300 рублей, зато вам ее хватит, я думаю, на двоих человек на всю зиму. Вот, но и она намного мягче для желудка, чем химическая сода, потому что она уже больше природного плана. И работает тоже очень хорошо. Дальше. Куркума. Куркума у меня вот такая, да. Скажу вам честно, куркума разная бывает. Если вы используете обычный в пакетиках магазине, то я вас огорчу. Это не та куркума, которую следует обращать внимание. Эффект от нее будет минимален. Вот. И то, что, Людмила, вы включили микрофончик. Так, прошу вас, в конце, в конце вы зададите все вопросы. Вот. Куркума, вот видите, такого ярко-ярко-желтого цвета, да. Вот. Вот. И когда вы ее нюхаете, прямо она очень терпкая. Вот. Вот это натуральная куркума. Это не та куркума, в которую сейчас добавляют муку, и она такая бледненькая. Эффект от нее будет минимален. Поэтому тоже куркуму можете заказывать через Озон Валберис без проблем вообще. Кто производитель вот этой куркумы, компания Нойер называется, ИП Колганов, Москва даже, да. Город Балаших, адрес производства. Кто захочет, это, в принципе, я скину, пишите мне в личку. Можете посмотреть, попробовать сами. Запомните, нет ничего лучшего в вашей жизни, чем ваш собственный опыт. Поэтому вы можете заказать три вида куркумы, и все их попробуют, да. То есть, каким образом я определяю то, что мне нравится. Я заказываю несколько видов, и потом я пробую, мы тестируем с семьей. Вот. И приходим к какому-то определенному производителю, эффект который самый максимальный, понимаете, да. Вот. Поэтому имбирь, соответственно, никаких порошков, только корень берете и натираете, не ленитесь. Эффект будет совершенно другой. Натираете на терочке и вперед. Теперь, чтобы вы понимали, как работает этот вирус. Сначала он бьет, соответственно, по горлу, потом вы говорите, ай-яй-яй, я здоровый, все хорошо, там, дын-дын-дын. Потом вы все это соплями глотаете, соответственно, вовнутрь, вдыхаете все это, и он проваливается вам в легкие. Вот тут начинается самое интересное. Вот тут начинается просто колбасить, температура резко под 40, тут уже СОС, все включены, как говорится, службы спасательные нашего организма. И вот здесь уже, тут уже затянули вы сами, затянули своими действиями неправильными свой организм. Это раз. Дальше. Надо четко понимать, как работает еще этот вирус. Он работает на загущение крови. Внимание, друзья, загущение крови. То есть, если у вас и так кровь недалеко не чистая, то есть, если вы не занимаетесь здоровым образом жизни, не чистите свой организм, то есть, кровь у вас, я бы сказал, не чистая. Так вот, он еще больше загущает эту кровь. И здесь очень важно пить вот эти иммуномодулирующие чаи. Они разжижают кровь. Если вдруг у вас начинает подниматься немножко температура, на ночь после вот этих всех, как бы, чаев в том числе, на ночь обязательно выпейте там таблетку аспирина. Аспирин разжижает кровь. Вот. И, соответственно, полстакана воды, таблетку аспирина. Аспирин разжижает кровь. И ложитесь спать. Вот. Таким образом, ночью у вас, вы поможете своей иммунной системе. Как бы, вирус не будет сгущать, как бы, вашу кровь. И вероятность каких-нибудь, там, не знаю, там, тромбов будет минимальна. Поэтому обращайте на это внимание, да. То есть, вирус распространяется в нашем организме, используя транспорт. Транспорт – это шлаковый белок, который есть у вас в организме. То есть, вирус прикрепляется к этому белку своими присосками, шлаковый белок. Шлаковый белок со временем у человека накапливается. Почему? Потому что человек ведет неправильный образ жизни. Вот. В матушке природе все естественно, да. То есть, есть период лета, то есть, все осень, урожай там, все, даже, там, хищники, там, все травоядные, все, там, питаются и так далее, да. Зима – это такой период спячки больше. Тот, кто, там, медведь-жирок наел свой, он переваривает его, да, и так далее. Вот весна для всех такой полуголодный период. Вот. Все животные на всей планете Земля весной у нас идет процесс очищения организма, да. Поэтому в церковных, там, традициях, в разных религиозных традициях есть понятие, там, всевозможный пост, да, то есть, вы слышали, это такой лайтовый вариант, очень легкий, практически не очищающий организм. Ну, вы, говорит, вы хотя бы мясо не жрите, говорит, или там, да, то есть, ничего страшного, там, ну, немного попаститься, да, ну, вы хлеб кушаете, прям такие булки, вот, да. Да, друзья мои, ну, поститься – это означает, что вы будете сидеть на, хотя бы на зелени, да, вот, на салатах, на огромных, да, и не кушать ничего ни мучного, ни мясного, ни тем более молочки, да. Молочка – это, наверное, из всего вот этого молочка на первом месте я бы поставил, вот, что надо, в принципе, убрать из рациона питания, либо настолько минимизировать, насколько вы потенциально можете настолько минимизировать. Потом уж следующее, это уже идет, конечно, мясо, потому что мясо сейчас не экологически чистое, обколотое гормонами, антибиотиками всевозможными, то есть, с мясом вы получаете просто кладезь всего того, что вам не надо в вашем организме. Мало того, что вы это мясо не перевариваете полноценно, потому что вы не хищник, к сожалению, я вас огорчую, вы не хищник, вот, вы плодоядное существо, плодоядное, то есть, существо, которое питается плодами, плодами с кустов, с деревьев, вот, как обезьянки ходят, они берут бананы, залазят на дерево, вот, вы плодоядное существо, да, вершки, корешки, иногда можно покопаться, но не часто, в основном плодами. Вот, это наше основное питание, это плоды, вот, и чем больше вы будете питаться своим видовой пищей, плодами, тем больше у вас будет здоровья, энергии и, соответственно, вы проживете долго и счастливо. Вот, чем больше вы будете питаться невидовой, не характерной для вас пищей, да, вот, тем вы, соответственно, более будете загрязнять свой организм, поэтому, да, загрязнение организма – это шлаковый белок. Чем больше шлакового белка, тем больше транспорта для вируса, чтобы быстро распространиться по вашему организму, вот и все. Поэтому и вирус бьет очень часто именно по пожилым людям. Почему? Потому что накоплено много шлакового белка, просто накоплено за годы, да, за годы, за годы неправильной, как бы, жизни, потому что этому не учили, никто этому не учит, потому что невыгодно, чтобы люди жили долго, ну, невыгодно, понимаете, экономически невыгодно, поэтому ваша жизнь только в ваших руках. Я вам возвращаю всю ответственность за вашу жизнь в ваши руки, да, и так же, как я за свою жизнь в моих руках, ни у кого, только в моих. Поэтому все зависит от моего образа мыслей, образа жизни, моих пищевых привычек и осознанности, конечно же, осознанность во главу угла. Да, значит, вы все поняли, да, по новому вирусу, надеюсь, вы все поняли. Болит горло, пропадает голос, кашель дальше, если вы затянули этот процесс, и далее переходит в легкие. Вот здесь это уже очень серьезно, здесь уже надо там в больницу и так далее. Вот. Вы можете не допустить, потому что, если вы попали в больницу, то есть очень часто вы можете напороться не на профессионалов своего дела и, соответственно, попасть под раздачу. Вот. Но не надо этого, как говорится, бояться. Лучше, конечно же, делать все вовремя и для того, чтобы у вас все было хорошо. Вот. Загущение крови мы разбавляем чаями, обильным питьем, друзья мои. Это очень важный момент. Вот. И диета, друзья, диета. Вот это очень важный момент. Про обильное питье я вам рассказал, да. И теперь диета. Диета безбелковая до момента выздоровления. Прям в жесткую. Если у вас уже схватило. Все, вот сегодня, значит, петух прилетел, да, друзья мои. Нажимаем на стоп. И у нас безбелковая диета. Никакого белка. Не дайте своему организму... У вас белка дохренище просто в вашем организме. Особенно, если избыточный вес. Вот. Если у вас есть избыточного веса 10-20 килограммов, у вас белка там, столько всего организма, запасов. Полная кладовка, набитая хламом. Поэтому открываем кладовку и начинаем разгребать. Мусор выкидываем. Вот. И начинаем наводить порядок. Так и в нашем организме. Все то же самое. Поэтому делаем следующие очень простые действия. Безбелковая диета. Никакой молочки. Первым делом. Просто в ноль молочку. Дальше. Никакого мяса, рыбы в ноль. Даже растительный белок полностью убираем. Орехи там. Вот это все до момента выздоровления убираем. Наш лучший друг это кисло-сладкие фрукты. Самые разные. Вот. Чем больше вы этого съедите, чем больше вот эта кислота пережгет, полезная кислота, пережгет вот этот шлаковый белок. То есть полезная кислота есть в киви, ананасе, яблоках, груши, соответственно. Вы можете меня дополнить. Чем больше вы кисло-сладких фруктов, овощей, соответственно, сможете в этот момент съесть, тем будет лучше. И, соответственно, обильное питье. То есть что бы я делал, если бы со мной такое случилось? Первое. Я утром бы встал, выпил бы содовый чай. Дальше, конечно же, через полчаса я бы, не знаю, либо ананас съел бы, либо яблочки с апельсинами, да. Это тоже кисло-сладкие. Потом, возможно, киви. Там 3-4 киви бы съел. Потом я бы через... Чем хороши кисло-сладкие фрукты, овощи, они очень быстро перевариваются. То есть им не нужно вот это лежать вам 3 часа, вот это по закону Архимеда после вкусного обеда полагается поспать. Вот этого всего нет. Полагается поспать, если вы съели какую-то хрень. Тогда ваш организм, ручник, тормоз, как говорится, ручной тормоз, знаете, вот раньше, и, в принципе, сейчас тоже в электричке там где-то есть такой стоп, да, стоп-кран, да. Так вот тут вот он сразу стоп-кран, и все, всю энергию направляет на переваривание вот этой тяжелой, несвойственной для его организма пищи. Просто нас к этому приучили, пищевая привычка называется. Вот, и это еще зараза, еще та, еще хлеще наркотиков, еще хлеще, как бы, никотина и алкоголя. Это называется пищевая зависимость. Дальше, я бы, что бы я бы делал? Дальше, конечно же, я стал пить бы имбирь с лимоном, и потом дальше есть уже, уже в обед я бы стал есть овощные салаты с зеленью. Возможно, бы сделал зеленый коктейль бы себе, да, то есть чем больше вы зелени тоже съедите, тем больше ваша иммунная система даст, как бы, энергии. Дальше, конечно же, после того, как бы у меня переварился бы салат, зеленые коктейли, я бы однозначно налег бы на куркуму. Куркума очень мощная, я бы, наверное, два раза бы куркуму выпил, если не три бы, до момента сна. Вот, и, конечно же, если бы меня бы мучил такой вот голод, да, вот часто, очень часто, вот люди не могут перетерпеть этот голод, да. Голод хорошо сгасится теплой водой, вы просто даете организму попить, вот и все, и голод сразу гасится. Через 5-10 минут любой голод можно погасить, не знаю, там, одним стаканом теплой воды. Вот, что бы я делал бы дальше вечерком? Однозначно ничего тяжелого. Вот, если вдруг вы захотели, ну, прям вообще-вообще кушать, ну, вы можете, есть такой интересный, как бы, овощ, фрукт, батат называется. Вы можете, намного полезнее картошки, по консистенции похоже, но со вкусом тыквы, да. Можете батат себе отварить, очень сладенький, вкусный, хороший десертик, вам даст сытость. Вот, и ощущение хоть чего-то хорошего, сладенького, вкусненького, поэтому, пожалуйста, можете использовать его. Он не так популярен, но вы можете в магазинах многих его найти. Батат называется, да. Редис, капуста, все это в вашем распоряжении. Кислая капуста, вот, тоже, то есть, если на меня уже приходит там голод, я уже не могу смотреть на фрукты, я беру квашеную просто капусту. Я туда, есть такие в пакетиках отруби продаются, да, грубая клетчатка. Я туда немножко насыпаю вот этих отруби и хорошим, качественным, либо оливковым маслом, либо льняным, либо, это крайняк, уже подсолнечным, нерафинированным поливаю. И вот это вот, как бы, квашеную капусту с этими отрубями очень хорошо бьет по эффекту сытости, ты становишься, как бы, сытым. И вот эта капуста, она все-таки помогает организму тоже хорошо все это дело, как бы, переваривать, да. Она квашеная, легче усваивается, вот, отруби немножко дают сытости, поэтому вы можете перебить, можно сказать, без ущерба для своего здоровья, перебить голод. Вот, это что касается безбелковой диеты. Вот этот момент очень важный. Если же вы продолжите питаться так, как вы питаетесь в момент, как бы, заболевания особенно, да, то вы просто будете болеть очень долго, и вам будет очень тяжело. Если вы выбираете этот путь, то спокойно идите им и мужественно преодолевайте эти трудности. Я, как человек ленивый, иду всегда эффективным путем. Мне проще иногда в каких-то моментах осознанность включить и сделать какие-то действия, которые приведут меня к большему эффекту и результату, чем растягивать вот это все вот эти сопли на месяц или на два, да, с большим риском попасть в больницу. Поэтому я выбираю для себя именно этот путь. Какой путь выбираете вы, это решать, конечно же, вам. Мы же с вами свободные люди, поэтому все здоровье в наших руках. Нету бога других рук, кроме наших рук. Вы прямо запишите вот этот момент. Тогда, когда вы начинаете заболевать, это говорит о том, что это проверка. Проверка на вас, проверка вас на знаний о том, как устроено ваше тело, на чувствование себя и, конечно же, на правильное ваше поведение. Профилактика. Какое профилактика мы, конечно же, делаем? Первое, максимально, это живое питание, друзья мои. Живое питание обладает энергией. Термически обработанное мертвое питание энергии не обладает. И поймите одну простую вещь, что рост человеческого тела, рост организма идет до 25 лет. Многие вот этого не понимают просто. Я как в одном из моих высших образований, я инженер-строитель, я прекрасно понимаю, что такое стройка. Если у вас нет еще жизненного опыта постройки собственного дома, либо хотя бы, не знаю, ремонта в квартире, такого глобального ремонта, когда все выносится и полностью все перекраивается, все сдирается, заново все штукатурится. Если глобального у вас такого опыта нет, то чуть-чуть будет сложнее понять, но, тем не менее, представьте хотя бы. Вот вы строите дом, вы привезли там, не знаю, фуру кирпича, вы там залили фундамент, только бетоносмеситель приехал, там вот такую все, дядьки много ходят, там что-то делают, да, сверлят, долбят. Вы залили фундамент огромный, большой шириной, там, не знаю, с полметра. Тут и фура приехала кирпича, кран разгружает этот кирпич, там подают наверх. У вас там двух-трехэтажный дом, коттедж там хотя бы метров 300 для начала. И вы начинаете, построили вот этот дом. То есть когда организм в вас растет, он молодой, до 25 лет, вот это идет вот такое строительство массовое. Вот такой кирпичи завезли, начинаем фигачить. И тут где-то в сыраюшке как бы залежало и было, не знаю, там доски какие-то, да, валялись просто. И тут эти доски пошли в расход, кровлю же надо накрыть, как раз черновые доски здесь нужны. То есть весь ваш неправильный образ жизни в молодом возрасте до 25 лет, он как бы стройка его сжирает, как бы, понимаете, за счет роста. Поэтому многие, многие говорят врачи, ну, перерастет, перерастет, все нормально будет, перерастет, да. Перерастет, это означает, что вот этот неправильный образ жизни, он компенсируется стройкой, построением вашего организма, да. То есть вот эти вот там хламовые доски, которые валялись в сарае, да, у вас, они пойдут просто на кровлю, как черновые, и они там будут хорошо себя как бы вести и будут на месте, как говорится, в том месте, где они реально нужны. И они еще, в принципе, более-менее крепенькие, то есть, но там они как хлам валялись просто тупо в сарае, а тут на стройку пригодились, да. Но, когда у вас стройка уже закончена, после 25 лет, уже дом построился, кровля, уже окна стоят, уже все, вы внутри уже там даже ремонтик сделали, уже даже мебель расставили, все. Пошел период эксплуатации, друзья мои, все, это совершенно другой период. Стоп, никакой стройки нет, никаких фур, никакого бетона, никаких кирпичей, этого нет, да. Кирпичи – это белок, друзья мои, перевожу на русский язык. Кирпичи – это белок. Так вот, если вы злоупотребляете белковой диетой, то вы захламляете всю свою ограду вокруг дома разбитыми старыми кирпичами, да. Вот вы выходите, у вас все вот такое, вот тут вот что-то накрыто, куча непонятно чего, там вот гнилые доски какие-то валяются, здесь у вас там полуразбитые кирпичи, там. И вот так вот у вас полностью вокруг дома это захламление такое идет, да. Всего, что ни по поди, каких-то обрезков оставшихся после стройки, каких-то еще. Вот вы не вывезли весь этот мусор, вы оставили, а вдруг пригодится. Вот так же организм у нас оставляет, а вдруг пригодится, если вы начинаете как бы подвозить, да. То есть вы уже дом построили, у вас ограда уже вся завалена хламом. И каждый раз вы подвозите и подвозите новый хлам, вы подвозите и подвозите, да. То есть для эксплуатации не надо уже столько много строительного материала, его надо не так много, он нужен, но не так много, да. Вот, это период эксплуатации. Где-то там какой-то, не знаю, прохудился кирпичик, просто его тупо достают, новый туда вставляют, все. Это период эксплуатации, где-то что-то там, какая-то доска это, снимают, доску меняют и опять зашивают это все дело, да. То есть не надо уже столько много всего, понимаете, да. Поэтому нас подсадили на белок очень серьезно. И белок обладает определенными свойствами. Белок обладает свойством загниения, загниения. То есть в кишечнике белок не переваренный, гниет. Особенно белок не наш белок, то есть животный белок, молочный белок и так далее, да. Я уже не говорю о том, что, друзья мои, вот, внимание, еще один мысль. Что мир изменился, да. И за последние 30 лет, за последние 30 лет химическая и пищевая промышленность, они вот так вот объединились, да. Вот они вместе сейчас. Сейчас химическая и пищевая промышленность, если раньше в советское время это было совершенно две разных отрасли, и как бы молоко закисало на следующий день, даже купленное в магазине, то сейчас химическая и пищевая промышленность узаконена все это. Это можно травить людей, это нужно, даже я бы так сказал, вот, чтобы долго не жили. Именно поэтому все лежит на осознанности каждого участника. Понимание. Возьмите состав, почитайте. Разве в советское время были консерванты, канцерогены, эмульгаторы, красители, загустители, разрыхлители, да-да-да-да-да-да. Это все химическая промышленность, друзья мои. Кроме соды, кроме соды в советское время не было никакого другого разрыхлителя, пищевой причем. Этого не существовало ничего. То же самое добавляют во всех хлеб, молочка полной химии, хлеб весь полный от дрожжей. Это вообще отдельная тема. Термофильные дрожжи, которые узаконены были в момент прихода Горбачева к власти, друзья, в момент развала Советского Союза, закладки фундамента, узаконили ГОСТ на переходе всей промышленности хлебопекарной на термофильные дрожжи, друзья мои. Это дрожжи, которые не разрушаются после даже термической обработки. То есть они продолжают свою деятельность в вашем организме, тем самым зашлаковывая кишечник. Поэтому, друзья, если вы любите мучное, если вы любите не смотреть на состав хлеба, то я вас огорчу. Вы приближаете свою смерть, потому что на данный момент, как это не звучит очень грубо, может, или страшно, то это так. На данный момент дрожжевой хлеб и хлеб наполненный химией – это один из первых инструментов, который гробит организм. Молочка, хлеб и химическое мясо. Я это называю уже промышленное мясо, это химическое мясо. Я уже не говорю про все остальное. Поэтому, если вы приверженец все-таки мясной диеты, я не говорю, чтобы вам надо что-то как-то менять. Не меняйте, спокойно придерживайтесь, но хотя бы найдите экологически чистое мясо, яйца, рыбу, экологически чистое. То есть это ваша зона ответственности. Найдите, не знаю, бабушку в деревне, которая для вас эту свинью вырастет или еще там что-то. Ну, я человек ленивый, мне лень этим заниматься, потому что я знаю, что вот это мне точно не надо. И мозг от этого не сможет вам выдавать столько информации в таком объеме, который я это делаю практически каждый день, если я перейду на тот тип питания. То есть я буду сонный, я буду спать, у меня не будет энергии, тем более мой мозг не будет так быстро работать, как он работает сейчас, для того, чтобы выдавать вам все это. Так вот, до 25 лет у нас идет строительство организма, нам нужен белок, соответственно. После 25 лет с каждым годом нам он нужен все меньше, меньше и меньше, друзья мои. У нас идет процесс, как бы, у нас идет процесс уже эксплуатации нашего организма. Он нам тоже нужен, но не в таких объемах, друзья мои, не в таких. Вот, именно поэтому часто у многих пошел период там набора веса, да. Вот я вот сейчас, вот мне 42 года, да, я сейчас нахожусь в таком же весе, в котором я был в 22 года, друзья мои. И это благодаря только моему образу жизни, представляете. Но в течение всех этих 20 лет, я вот как набрал такую вот определенную мышечную массу, тонус, вот в таком же форме я себя и содержу, да. Но прикол, знаете, в чем? В том, что в течение этих 20 лет все мои разные знакомые каждый раз, видя меня, говорят, потолстел, похудел, потолстел, похудел. И вот у меня вопрос, кто у себя в мозгах потолстел, либо похудел? У меня вес один и тот же, стабильный, уже 20 лет. Ну, плюс-минус полкилограмма, килограмм, там, не знаю, в зависимости от ситуации, да. Вот, интенсивную нет. Но у них, вот, это называется когнитивное искажение мозга, когнитивное искажение мозга, да. Вот, у меня все стабильно, представляете, да. Так вот, друзья мои, если вы придерживаетесь белковой диеты, любите очень много вот этого всего, что я перечислил, то у вас начинается со временем накапливаться шлаковый белок, с помощью которого вирусы шикарнейшим образом очень быстро телепортируются по всему организму. Поэтому занимайтесь чистками тела, занимайтесь чистками печени. Есть много информации к рекомендации труды профессора Неумывакина. Сейчас очень популярен Бубновский. Дальше. По правке живота хороший специалист Агулов, просто мега специалист. В интернете все их лекции есть. Рекомендую, если вы замотивировались и хотите что-то сделать со своим телом, организмом, рекомендую начать с того, что поехать хотя бы в центр Неумывакина. Сейчас у нас в стране только два центра этих, да. Их очень мало кто знает, они не популяризируются, потому что они используют методы профессора Ивана Павловича Неумывакина, Царства Небесного, великого человека, который 50 лет уже в институте Склифосовского ставили на нем крест и говорили, что мы не можем тебе уже ничем помочь. Тем не менее, благодаря своим знаниям он включил осознанность, взял еще больше на себя ответственность, да. Несмотря на то, что он 20-30 лет занимался здоровьем космонавтов из Советского Союза, он говорит, окей, если вы не можете мне помочь, то я сам себе помогу. И все свои методы на своем теле начал применять наконец-то на самом себе, у него появилось наконец-то на это время и силы. Вот. Он стал свободным от занятий профессиональной деятельностью. И он прожил, по-моему, практически до 90 лет, друзья мои. Пережил всех тех, которые договорили ему диагнозы какие-то, которые говорили, мы ничем не можем помочь. Поэтому, друзья мои, изучайте его труды. Это великий человек, это человек, который по-настоящему сначала очень много давал по телевидению с Малаховым, потом, конечно же, система их списала вместе с Малаховым и запретила дискредитировать Министерство здравоохранения. Поэтому, скажу честно, я посещал центр Неумывакина, голодал там по системе, мне очень понравилось. Поэтому рекомендую вам начать с этого. Плюс еще, по-моему, в Алтае есть хорошие центры. Я еще их не посещал, и даже интересно посетить будет. Вот. Я всегда экспериментирую и стараюсь искать что-то новое, да. Есть центр Валушт, Подалушт, а не Умывакина в Крыму. Он свеженький, там, в принципе, хорошая команда. Я их анализировал, мне очень понравился и подход. Можете туда съездить, там безопасно, там экологически чисто, то есть комфортно. И сейчас, в принципе, там не такая большая очередь. Вот. Я лично записывался, когда голодал несколько раз, за полгода. Представляете, очередь полгода на голодание. Вот. Под Вяткой. Под Вяткой шикарный тоже центр Неумывакина, в лесу прям там. Вот. Его крышуют многие, там, депутаты Государственной Думы. Для себя сделали специальный центр, чтобы туда приезжать. И там практически весь бомонд Государственной Думы постоянно туда ездит и голодает. Вот. Но сильно никто об этом не знает. Есть там скромненькие сайтик в интернете. И, тем не менее, как бы все эти технологии используются умными людьми. Вот. Поэтому изучайте, гуглите. Есть интернет в помощь. Век информационных технологий. Наживку я вам дал. Дальше копайте, как говорится. Центр Неумывакина, Алушта можете пробить. И поехать в Крым спокойненько выздороветь, как говорится, еще больше. То есть перезагрузить. Нет лучшего времени для голодания, чем февраль, март. Ну, уже конец апреля, уже слабее. Вот февраль, март, когда даже в матушке природы все весь, как бы, живой, все животные, они, как бы, немножко на полуголоде таком находятся. Период очищения у них идет перед тем, как начнет период, можно сказать, обжорства. Да, летом же там всего хватает, все хорошо. Вот, поэтому, друзья мои, питание – это 90% успеха. Ну, ладно, 90% я переборщил, наверное, 80% успеха всего. Это, конечно же, качественное питание. Поэтому, как только у вас появляется еще больше деньги, они появляются с нашими кассой взаимопомощи, с нашим фондом, с нашим сообществом. Прежде всего, много фруктов, овощей, зелени, иммуномоделирующие чаи. Движение – это обязательно. Закаливание, спорт. И еще один момент очень важный, который я использую – это, конечно же, БАДы, биологически активные добавки. Я вот лично определился с определенной компанией, очень интересная, элитные БАДы дает. Это обогащение нашей пищи, потому что вся пища, которую мы вынуждены покупать в супермаркетах, это полупустая пища, какая бы она ни была вкусная, кажущаяся вам. С грядки помидоры, помидор, купленный в супермаркете – это два разных помидора. Поэтому они такие полупустые. Поэтому, если вы не будете обогащать свое питание качественными, элитными, друзья мои, элитными БАДами, БАДы БАДам рознь, не подравнивайте все под одну гребенку. Поэтому элитными БАДами, то у вас, соответственно, эффект будет минимален по вашему здоровью. БАДы – это сбалансированные, сконцентрированные макро- и микроэлементы, где-то фитонутриенты, для того, чтобы вам сделать максимально все процессы, протекающие в вашем организме, по оптимальному сценарию. Поэтому используйте их для того, чтобы все сделать грамотно. Кому интересно, можете написать мне в личные сообщения, я вам порекомендую. Дальше следующее важно – баня, друзья мои. Кто не хочет париться в жизни, тот должен париться в бане. Но, опять-таки, здоровое парение – это совершенно не то, что мы сейчас представляем. 120 градусов зашли и превратились в курочку-гриль, друзья мои. Это не здоровая баня, это извращение над своим организмом. Здоровая баня – это температура не выше 65, но максимум 70 градусов. Поэтому и в здоровой бане надо находиться 3 часа. Первый час, соответственно, мы прогреваемся, мы очищаем свой организм. И находиться в парилочке нужно аккуратненько, не спеша, плавно нагревая организм. Когда, смотрите, есть фишка одна. Эту фишку многие не знают. Поры кожи у человека открываются после 50 градусов и закрываются после 65. То есть, если вы температуру переборщили больше 65 градусов, то поры кожи закрываются. То есть, гусиная кожа так называют. То есть, если вы зашли в парилку и у вас гусиная кожа, друзья мои, ваши поры кожи закрыты. Это говорит о том, что организм скукожился, он закрылся. И то, что выходит у вас в парилке – это межклеточная жидкость. Если вы после бани очень сильно хотите пить, у вас жажда, вы неправильно парились. Значит, после здоровой бани пить не хочется, друзья мои. На это обратите внимание. Поэтому лучше вы будете на полочке ниже, либо на второй полочке, чем будете там превращаться в курочку-гриль. Вы кожу хорошо прогреете, но эффект от этого будет минимален. Задача, чтобы поры кожи очистились. Кожа – это у нас один из элементов очищения нашего организма, кстати. То, что не может выйти уже через кишечник, выходит у нас через слизистую носа. То есть, если у вас сопли обильные, это говорит о том, что кишечник у вас не справляется. Занимайтесь, он загадился, надо им его чистить. Если у вас постоянно где-то там прыщи какие-то вылазят, еще что-то, то же самое. Поэтому говорят, кожа – это кишечник, вывернутый наизнанку. Друзья мои, задумайтесь. Это древняя мудрость ведическая. Кожа – это кишечник, вывернутый наизнанку. Если ваша кожа, соответственно, плохого качества состояния, это такое же состояние ваш кишечник внутри. Поэтому, если там прыщи какие-то, гненечки, жировики тем более, вот, да. Вот, вот этот жировик – это вообще первый признак того, что, друзья мои, вы неправильно питаетесь, как минимум, да. То есть, уже некуда складывать, уже не может он выводить через кишечник. Он уже берет определенную клетку и наталкивает просто туда всякую гадость, да, в виде жировика, да, который потом хирурги вырезают, там, и так далее. То есть, все это не нужно вам и не будет у вас, если вы будете питаться видовым питанием вашим плодоядным. Дальше, друзья мои. То есть, по бане, я думаю, вы поняли. Баня – это шикарнейший инструмент, но важна здоровая баня, а не просто, как бы, поджариться там, да. Важно побыть при температуре от 50 до 65 довольно продолжительное время. Полчаса, минут 40, потом вышли спокойненько, термическую температуру сделали, контраст, то есть, холодный душ, либо купель. И дальше заходим, натираемся солью, все свое тело натираем солью. Первый раз вы можете после бани натереть себя содой, смыть весь пот, весь всю грязь. Сода – очень хороший скраб, между прочим. Вот, потом второй раз вы заходите в парилочку и прогреваетесь тоже хорошо, и параллельно натираете себя солью. Также все натираете, волосы солью полностью, каждую клеточку своего тела. И также это скраб тоже хороший. Вот, морской соли, плюс микроэлементы впитываются через вашу кожу. Это всевозможные минералы соляные, да. Морскую соль возьмите. Вот, также выходите, смываете все это дело и купаетесь в купеле, либо холодный душ. И следующий заход – это натираете полностью себя кристаллизированным медом. Это тоже скраб хороший, тоже всего полностью, и волосы, и всю кожу у себя натираете медом. И тоже сидите в меду, там, полчаса, минут 40. То есть сначала клетки у нас очищаются, они, все шлаки через них выходят. Мы с помощью соды это все вытягиваем, да. Потом с помощью соли мы это все дело еще дальше там где-то обеззараживаем, где-то запитываем микроэлементами, где-то тоже вытягиваем, да. Соль она тоже вытягивает, вы же знаете, да, эти народные способы. Соль забирает тоже из пространства все. Вот, и медом мы это все дело запитываем. И таким образом у вас получается очень шикарный вариант. Вы не просто попарились в бане, вы оздоровились. Вот после вот этого момента вам не хочется пить. Еще раз повторюсь, если вы после бани хотите обильно пить, вы неправильно парились, а возможно даже немножко навредили своему организму. То есть у вас ушла межклеточная жидкость, которая нужна в ваших клетках, вместо того, чтобы вывести шлаки из вашего организма. Вы вывели межклеточную жидкость, которая вам нужна, которая полна микроэлементами, которые вам нужны, понимаете, да, абсурд ситуации. Вот, проблема людей в том, что они не знают, раз, а второе, они забывают и идут по шаблону, по шаблону того, как нас с детства, как говорится, учили. Еще раз повторю, при заболевании вирусом сейчас мы как можно больше пьем. Много сна и отдыха, друзья мои. Постарайтесь в это время не разговаривать, чтобы горло у вас накопило энергию, горловая чакра. Поэтому я на прошлой неделе, у меня практически не было эфиров. Я специально больше молчал для того, чтобы накопить энергию, чтобы вам ее сейчас отдавать, да. Легкое движение важно без перегрузки сердца. Это прогулка хотя бы один час в день. Обязательно безбелковая диета, как я уже говорил, до момента выздоровления, хотя бы до момента выздоровления. Дальше проветривание ваше помещение после сна, перед сном. То есть это частично проветривание, да. Дальше очень важно, благовония я использую в доме. То есть если вы ощущаете, что уже какой-то непонятный вирус как будто пошел, есть хорошие благовония. Тибет, Непал, можете заказать их тоже через Вайлберис. Но опять-таки не попадитесь на химические благовония. Химические благовония никакую пользу вам не принесут. Благовония нужны натуральные на травах Тибет, Непал. Можете заказать на Азоне, либо на Вайлберис. И определенные травы обладают бактерицидными свойствами, друзья. То есть если вы бактерицидные травы будете как бы с помощью благовония, как бы это называется курение, наверное, да, курить, как бы не вот так вот курить, да, курить благовоние, когда палочка, соответственно, дымится, это называется как бы курение тоже. То есть вы будете в своем пространстве бактерицидными травами, то вирус он просто тоже не справится. Дальше замена полотенец, моем руки, соблюдаем гигиену, эфирные масла, соответственно. Проводим период промасливания своего пупка, уши. То есть вообще в индийской традиции, в индийской, перед сном все наши, можно сказать, отверстия в нашем теле промасливают. То есть это носовые пазухи, промасливают уши, глаза немножко здесь тоже. Соответственно, все, что снизу тоже. Это называется промасливание. Плюс пупок очень важный момент. Вот, я уже практикую несколько лет промасливание пупка перед сном. Офигенный эффект. Я не думал, что это так работает, но это мега работает. Вы попробуйте и используйте, конечно же, крутое какое-нибудь масло, масло кокоса или миндаля, или еще какое-нибудь хорошее масло, дорогое, элитное масло. И перед сном просто намажьте пупок, и вокруг пупка где-то сантиметров пять промасливание называется. Шикарно работает. Ваш просто кишечник идеально работает. Ваш животик скажет вам большое спасибо. И, скажу честно, иммунная система. А кишечник – это больше, чем 80% иммунной системы вашего организма. То есть если вы забиваете на кишечник, вы забиваете на свою иммунную систему. То есть, друзья, если у вас запоры, если у вас непроходимость какая-то, если вы ходите очень редко, это вообще край, один раз в день – это такой жесткий край, то, значит, уже пора заниматься, и причем довольно серьезно. Мы делаем обслуживание машинам, мы делаем обслуживание каких-то технических моментов, даже кондиционерам надо делать обслуживание. Не знаю, обслуживание всему мы делаем, но только не своему организму. Загуглите «Центр Неумывакина», вы находитесь в нашей кассе взаимопомощи, в фонде, деньги у вас есть, поэтому инвестируйте в свое здоровье. Это тоже очень прибыльно. Рубль инвестированных в здоровье дает за год тысячу процентов прибыли. Поэтому, друзья мои, это одно из самых ценнейших инвестиций. Поэтому замечтайте себе, кто еще не замечтал поехать, не знаю, в «Центр Неумывакина», спокойно найдите в интернете его сайт и позвоните, забронируйте, и езжайте хоть даже завтра. Там, я думаю, что есть места, и вы спокойно сможете позаниматься собой, пообщаться с другими людьми. Это очень полезно. Особенно, если вам уже за 60, я рекомендую ездить хотя бы один раз в год. Дальше. Про замасливание я сказал. Это очень шикарная тема. Обязательно это используйте. Очень хорошо влияет на общий тонус организма. Бады. Про бады я тоже сказал. Элитные бады. Не делаем такую вещь. Вот в психологии бедного человека очень человек любит шаблоны, ярлыки. Плохо. Там, секта. Там, мошенники. Лохотрон. Там, бам-бам. Ярлыки. Он человек мыслит, бедный человек, он мыслит ярлыками. Да? Бам-бам-бам. Человек, который более глубоко эту жизнь пытается понять, он не мыслит ярлыками. Он мыслит по-другому. Он пытается разобраться и вникнуть в суть процесса. И когда он вникнет в суть процесса, он тогда уже принимает решение, надо ему это или не надо. Этот результат ему нужен или не нужен. Именно поэтому, для того, чтобы я что-то вам порекомендовал, я делаю очень много экспериментов на себе, на своем теле. И потом я говорю, надо мне это или не надо. Работает это или не работает. Мне нужен результат. Мне нужен эффект. Эффект есть. Я это использую. Эффекта нет. Я это не использую в своей жизни. Поэтому. Но не забываем. И мы сейчас немножко проговорили про наше тело, про физику. Но не забываем еще очень о важном моменте. Это, как всегда, это наше программное обеспечение. В вашем компьютере есть железо. Это материнские платы, там все микросхемы. И программное обеспечение. Две вещи всегда есть. Также у человека есть наше тело и правильное отношение к нему. И программное обеспечение. Если ваше тело в норме, а программное обеспечение будет сбойнить, на тело это тоже окажется. И наоборот, соответственно. То есть нужно инь-янь. Инь-янь. Видели? Либо сознание и бытие. Что первично? Не то, не то, не первично. Все одновременно работает. Бытие сознание меняет, а сознание меняет бытие. И чем больше вы начнете гармоничнее этим эффектом пользоваться, тем у вас все будет прекрасно. Так вот. Самое главное в здоровье это то, как вы о нем думаете. Наше тело обновляется на 90% каждые 11 месяцев. Не 7 лет, не сколько. 11 месяцев на 90% идет обновление полностью нашего тела. Через 11 месяцев ваше тело будет таким, каким вы сейчас его себе представляете. Представляете, друзья мои? То есть если вы поверили, поверили в ваши диагнозы, поверили в ваши какие-то там еще что-то, то это будет у вас. Поверь и будет дано. Как говорил профессор Неумвакин, тот же самый, нет диагнозов, есть состояние, состояние, которое можно изменить при вашем желании и осознанном подходе. Опять-таки осознанность, да? Вот это пик нашего времени, это осознанность. Вот. Если мы осознанность будем ставить во главу угла, все получится в любом вопросе этой жизни. Здоровье, это финансы, благополучие, счастье. Осознанность, друзья мои, да? Уберите из образа своего тела, в своей голове все болячки. Вот отсюда вы первым делом должны весь мусор убрать, который вам продиагностировали, да? Вот это первое, что вам надо сделать. Вам нужно понимать, что пока где-то это еще отображается на вашем теле, но здесь у вас этого не должно быть, если вы хотите, чтобы эта болячка ушла. А она уходит, реально уходит, если вы этого захотите. Вот. Именно поэтому в моей жизни мне диагностировали три хронических заболевания, если не четыре. Я уже запутался. Сейчас у меня этого ничего нет. Почему? Вот почему. Потому что я выбрал другой образ жизни. Вот. Потому что я стараюсь работать над собой. Вот. Самый главный труд в этой жизни не ходить на работу, а трудиться над самим собой. Вот это самый главный труд в этой жизни. И для этого мы сюда пришли, научиться этому. Болезни не существуют. Есть состояние, в которое вы попали из-за каких-то определенных ваших действий, неправильных. Либо по незнанию, либо по невежеству. И поэтому академик Павлов говорил, что если человек живет менее 150 лет, это значит, что его будет смерть по незнанию своему, либо по невежеству. Понимаете, да? Любое состояние можно изменить при вашем желании. Создайте образ тела, который вам нравится. Здоровый, сильный, красивый. Ну и, конечно же, нету Бога других рук, кроме ваших рук. Только вашими руками вы сможете этот образ тела воплотить в действительность. И держите этот образ тела каждый день в своей голове, параллельно подключая физику. Да? Это питание, движение, йогу, сон, закаливание, бады, не знаю, здоровый образ жизни, здоровый образ мысли, радоваться каждый день, благодарить. Любая трансформация вообще начинается с благодарности за все, что у нас есть. Это то обнуление, которое может вас перевести на другой виток событий. Это благодарность. Вот. Поэтому именно в нашем народе есть такая фраза, я часто уже о ней говорю, называется неблагодарная скотина. Да? Вот. Так вот, когда человек себя ведет как неблагодарная скотина, да? Почему скотина? Потому что животное. Потому что животное значит неосознанное, да? То есть вот так вот. Это я придумал, это в нашем, как бы, в нашем народе так говорится, да? Неблагодарная скотина. Вот. Такой фразеологизм. Так вот, надо быть благодарным человеком, а не благодарной скотиной. Потому что часто у нас очень многое, что есть, друзья мои. А у нас вообще есть сообщество, у нас есть фонд, у нас есть такие финансовые возможности. Берем это, вживляем в свою жизнь, материализуем и все будет абсолютно хорошо. Ну, на этом я заканчиваю. Я надеюсь, вы приобрели кое-что полезное в нашей беседе. Я, в принципе, готов сейчас в течение 5-5 минут ответить на какие-то ваши вопросы. Вот. И будем, как говорится, расходиться в этот прекрасный, великий день. Сегодня у нас еще здесь, в этом чате, в 14.00 по Москве будет презентация. Поэтому, если кто-то хочет задать какой-то коротенький вопрос, я с удовольствием на него отвечу. Вот. Если нет, то будем расходиться. я надеюсь, был сегодня для вас полезен. Андрей, можно немножко, да? Да, да, Зоя, слушаю, приветствую, Зоя. Я хочу поблагодарить тебя очень, от всего сердца поблагодарить. Да, все, все, что нужно, и ты прям по крупицам собрал, и нам даешь. Это огромный труд, и доброе сердце твое, конечно, ты хочешь, чтобы мы тоже все были здоровы. Ну вот, до недавнего времени, я думала, до 80-ти бы с чем-нибудь люди живут, до жить бы, а теперь я думаю, что и до 90-ти можно спокойно. Так что, работы много, еще впереди, поэтому будем. Спасибо, Сычи, за все рекомендации. Очень здорово. Спасибо большое. Спасибо большое. И Зоя. Спасибо. Главный секрет вечной молодости, и почему Зоя у нас, несмотря на то, что у Зои уже сколько, 74, да все правильно, Зоя? 75 скоро будет, через несколько дней. Транзакции, криптовалюты, тенге, конвертации, обменники, вообще, то есть, представляете, Зоя мне уже, не знаю, я уже соскучился, она мне практически вопросов никаких не задает, понимаете, да? Если хочешь, могу позадавать. Позадавать, если, конечно, Зоя, не стесняйся, задавай. Вот, еще и команду свою как бы консультирует, вы представляете, да? Поэтому, те, кто сейчас здесь, там, в 50, там, каких-нибудь лет, говорят, там, что-то мы там не понимаем, не знаем, то вот, вам яркий пример прекрасного человека, женщины, которая берет и делает, представляете, это настолько, это круто, я восхищаюсь, вот уже много лет, Зоя, и это очень круто, спасибо, что ты у меня появилась, как говорится, как маячок такой, и многим сейчас ты символизируешь правильный образ жизни, правильный образ мыслей и правильные действия, поэтому с каждым разом все лучше, 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 и здоровье, и финансы у нас, в том числе, благодаря нашему сообществу, и с тем поздравляю, спасибо, Зоя. Андрей, я тоже прям очень хочу сказать, благодарю тебя и благодарю Зоечку, вы у меня как маяки в моей жизни, я бесконечно вас благодарю, Андрей, благодарю за то, что делишься опытом своим и практикой, и заботишься не только о том, чтобы мы были финансово свободны, но еще о нашем здоровье, чтобы у нас оно было, чтобы была возможность здоровья потратить свой первый заработанный миллион, благодарю, ну, благодарю. Круто, круто, правильно, потратить свой первый миллион, да, все верно, спасибо, спасибо, Надежда. Андрей, можно нам договориться о встрече, когда мы с тобой встретимся в каком-то месте, что, ну, уж не так сильно далеко, а ну, где-то в России хотя бы. Ну, конечно, придет время обязательно, обязательно, хорошо, договоримся. Так, Алиса, да, да, слушаю. Скажите, а можно вместо льда разбавить кипяток холодной водой? Можно, но это можно, да, если вы хотите просто, как бы немножко потушить пожар, как говорится, чтобы было не такое горячее, можно, да, но лед, он же обладает структурой, это уже более глубинное знание воды, то есть мы возвращаем с помощью льда, а лед, конечно, надо заливать чистой водой, с помощью льда возвращается структура, базовая программа на жизнь, именно поэтому считается целебной талая вода, талая вода, друзья мои, поэтому таким образом вы косвенно возвращаете структуру воде, живую, базовую программу на жизнь. Все, благодарю. Андрей, а еще можно вот эти данные по куркуме, по соде выложить вот в этот чат, или в личку вам написать? Да, давайте в личку, это уже как бы чат по определенной тематике, да, давайте в личку напишите мне, да, и я вам, заодно у вас будет переписка со мной, история о том, чтобы мошенники там всякие пишут, вы знаете, что у вас есть переписка, если кто-то вам что-то пишет с похожего аккаунта, вы понимаете, что это не я, понимаете, да, вот, если у вас нет переписки, значит все, я никому сам первым не пишу, поэтому пишите мне, и будем общаться, как говорится. Все, благодарю. Спасибо, Оле, спасибо за вопросы. Ну что, друзья, желаю всем быть здоровым, наполненным жизнью, я надеюсь, вы что-то записали, запись будет, будет выложена также в Академии гармоничного человека, поэтому всех желаю быть на бодрячке, здоровья, чтобы у вас было здоровье, потратить заработанный миллион, который уже у многих есть в нашем сообществе, ну и не забывать, что здоровье – это не только, как говорится, наше тело, но и то, что у нас вот здесь, это очень важный момент, поэтому с помощью чит-кода вы можете тоже прописывать себе правильные другие нейронные связи, которые будут давать программу каждой клеточке, я здоров, я абсолютно здоров, каждая моя клеточка абсолютно здорова, каждый день я становлюсь еще более здоровее, и вот это все проговариваем, 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 сначала было слово, и слово есть Бог, не просто так сказано в священных писаниях. Всем хорошего дня, продуктивного, желаю удачи, и до новых встреч.